Всем доброе утро, девочки мои! Наступил пятый день моего ремонта. Вернее, с того момента, как я начала ремонт. Хотя 2 числа я ездила в Леруа и ничего не делала. Ну, будем считать календарные дни. Я начала с 1 апреля, сегодня 5 числа уже. Сегодня у меня с сын с невесткой выходные. Настю с садик они должны отвезти. И вроде договорились, что они сегодня придут мне помочь поклеить обои. У меня сегодня поклейка обоев, девочки. Наконец-то я завершила все замазочно-штукатурочные работы. Вот, и буду сегодня клеить обои. Значит, я проснулась сегодня рано, девочки, в 3 часа. Хотя уснула около 11. Но, видимо, вот эти все, знаете, как предвкушения чего-то такого великолепного, наверное, может быть, не дают мне, как говорится, спать нормально. Ну, и, естественно, в комнате сейчас все не так стоит. Ну, в общем, разные какие-то обстоятельства, наверное. Поэтому я не выспалась, глазки у меня заспаны. Но еще вам хочу сказать, что я время даром не теряла с утра пораньше. Я смонтировала вам очередное видео, где вот я все замазывала, закрашивала. Вот. И где я читала комментарии. Но это позже. Я закончила монтировать видео. Одела сразу рабочую одежду уже. Все. И начала потихонечку тут уже шуршать. Шуршать потихонечку начала. Значит, тот угол, где я вчера замазывала, я посмотрела там. Там один у меня прям чопик с таким огромным, ну, шурупом был. Я не могла раньше это выдернуть. Там когда-то часы висели. В общем, короче, выдернула, слава богу. Там еще подмазала, замазала чуть-чуть. Сейчас есть время, подсохнет. Я не знаю, во сколько ребята придут. Но, наверное, они проснутся, пока там, может быть, какие-то свои дела сделают. Позавтракают по-любому потом. Но мы созвонимся. Вот. Что еще мне сейчас предстоит? Предстоит зеркало. Я сняла, которое у меня висело вот здесь на торцевой стенке. Но там и киевское зеркало, и оно на таких вот держателях. И, ну, сейчас я вам покажу. Вот такие, девочки, держатели. Видите, они специально с пружинкой идут. Тут два штуки с пружинкой. Вот правый без пружинки, а левый идет с пружинкой. Здесь просто вставляется зеркало, и все. Но дело в том, что я вот смотрю, у меня на стене здесь, мне не жалко было старых обоев, все это вымерено, и все это вычерчено. Для того, чтобы повесить зеркало правильно, все там правильно вымерялось. Если я сейчас эти шурупы выну, на чем оно крепится, и заклею все это сплошной обоиной, ну, а я уже инструкцию, наверное, потеряла. И, в общем, короче говоря, мне нужно будет найти эти же самые дырки, чтобы обратно это вкрутить. И вот я думаю, выкручивать или не выкручивать, или просто обоину вот так вырезать. Ну, в общем, сейчас подумаю над этим. Девочки, только сказала, сейчас подумаю, и уже сразу придумала, что можно сделать. Я сейчас возьму отвертку, выкручу вот этот вот там, гвоздик будем говорить, как она называется. Сниму вот этот держатель, гвоздик вставлю на место, и сделаю это в четырех местах. Потом, когда я буду клеить обоину, я просто гвоздиком проткну обоину, чтобы не потерять эту дырочку. И все. А потом уже обоину приклею, и уже будут эти гвоздики на местах стоять. Потом обратно эти держатели прикручу. Вот такой лайфхак. Вообще, я, конечно, знаете, гольно выдумки хитра. Я всю жизнь сколько вспоминаю себя, я все время какие-то такие придумываю лайфхаки на ходу просто вообще. Ну, голова соображает, правда, хуже, чем раньше. Но, тем не менее, вообще мозги есть. Вот. Значит, что я хотела вам сказать по поводу ремонта. Мне в комментариях некоторые пишут, что это за ремонт, тяп-ляп. И, ну, я же сразу сказала, я хочу сменить декорации. Мне нужно было просто переклеить обои, освежить, в общем-то, обои. Окно, так как было недоделано, доделать, покрасить я хотела, ну, там, облагородить и покрасить. И вот эту вот туалетную дверь тоже там подмазать и покрасить. Все. В общем, короче говоря, это мои были самые главные задачи сделать. Для того, чтобы делать уже полноценный ремонт, для этого уже нужны другие цели, другие задачи. Сейчас только что позвонил мне сын, сказал, сейчас он отвозит Настю в садик. И они с Наташей поднимаются ко мне. В общем, скоро они уже минут через 20-30 будут у меня. В общем, хочу, коротюсенько, что сказать. Что касается ремонта, вот когда мне пишут, выбросьте батарею, замените другую, выбросьте ковролин, выбросьте шкаф, замените на современный. В общем, девочки, если так по-другому говорить, как бы я вообще хотела бы, может быть, но это, может быть, будет в следующий раз, когда я буду делать ремонт, для этого нужно будет сразу уже, говорю, куча денег, большая куча денег. У меня дочка, чтобы ремонт свой завершить, ей пришлось машину продать, и то она все не завершила, еще балкон ей делает. Ну, понятное дело, что другая площадь, но на этом нужно очень много средств и очень много времени и сил. Значит, если делать такой ремонт, о котором вы там говорите, да, но это, наверное, у разных людей разный уровень жизни, да, и разные, в общем-то, финансы. Кто-то может просто, конечно, заплатить, уйти куда-то и пускай там все под ключ делают. Это совсем другой вообще разговор, но у меня другой разговор. Я хочу просто вам показать, как можно сделать ремонт быстро, недорого, косметически, просто освежить, как говорится, свое местонахождение. Это для тех людей, у кого площадь небольшая, у кого, допустим, небольшая зарплата, не хватает времени, не хватает денег, чтобы этот сделать ремонт. И я, например, сама тоже очень долго этот ремонт откладывала, 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 потому что я как не гляну туда-сюда и как только подумаю, какой-то объем работы, все время откладывалась. И, в общем, в конце концов, я вот решила, думаю, пускай я сделаю по минимуму сейчас, но я сделаю просто совсем другое немножко здесь в комнате внешность, да, и мне будет уже приятнее находиться. Ну, а до капремонта, как говорится, там другое дело. Что здесь нужно будет, в принципе, делать, если делать глобальный такой ремонт? Значит, ковролин, на ковролине у меня стоит вот эта стенка длинная, от стены до стены. Значит, чтобы ковролин убрать, нужно стенку тоже разбирать, убрать и уже выносить, вернее, ее на мусорку, то есть это, ну, или выбрасывать, или продавать, в общем, продавать уже, наверное, нет. Короче, значит, стенку убирать, ковролин убирать. Дальше там, я вам показала в прошлом видео, там у меня под ковролином, почему именно его постелила, там просто доски, досочные, ну, доски крашеные, понятно, обычные доски. Ну, естественно, они стоят не очень прям там ровные, все, ковролин это все дело сглаживает. Если туда, допустим, класть линолеум на пол, то нужно будет под линолеум тогда ложить плиты ДВП. Вот сюда на кухню я положила ДВП, огромные плиты, одна плита у меня сюда ушла, и сверху линолеум уже гладенько лежит. Значит, там надо будет ДВП сначала положить, это надо, чтобы вообще никакой мебели не было в квартире. Куда мне эту мебель, диваны, куда это все девать? Значит, всю мебель удалить, ДВП положить, потом положить линолеум, либо ложить ламинат, ну, ламинат я не люблю, честно говоря, не хочу. Вот, значит, у меня остается вариант ковролин. Я, может быть, потом, как-нибудь позже положу, куплю кусок ковролина, чтобы от стенки до диванов он лежал, то есть, вот, по центру комнаты, и все, под диванами уже не буду ковролин. Но это, как бы, потом, это еще я подумаю. Дальше что? На потолке у меня обои, здесь у меня обои, обои на обои буду клеить. Если потом уже делать глобально, то, как я сказала, все удалить мебель полностью, все обои, опять-таки, удалять, все это штукатурить, выравнивать стены, и потом уже клеить обои. Это вот в комнате. Ну, и также надо будет в туалете тогда все это сдирать, что у меня на стенах. У меня такие плиты пластиковые, как на клею. Тоже там надо будет этот, как это, кафель называется. Кстати, этот кафель я ложила сама своими руками, вот здесь вот под надпечкой. Положила сама, даже не знала, как это делать. В общем, там кафель надо будет, и тоже вот это вот все менять, обои менять, здесь тоже вот этот линолеум менять. Короче, все менять, всю мебель удалять, все сдирать до основания, и все полностью делать, все это. Это очень затратно, очень затратно. И я же говорю, там нужно много сил и много всего. Это как будто в новую квартиру ехать, только еще хуже, потому что здесь будет еще демонтаж, а потом монтаж. А в новую квартиру в пустые стены въезжаете, и, пожалуйста, ваяйте себе. То есть там только монтаж делаете, все. И то, сколько вот я смотрю у дочки, на это уходит времени, сил и средств. Вот. Так что, девочки, каждый живет, знаете, как говорится, по сеньке шапка, да? Вот так и я. Я делаю то, что себе, вот как я нарисовала, то, что меня устраивает. И я так и буду делать, и на этом, как говорится, мы и остановимся, да? Кстати, по случаю хочу показать вам вот эта вот плитка, видите, угол. Эту плитку я ложила сама. И, как видите, неплохо положила, при том, что я никогда этого не видела, как делается, не училась этому. Мне просто подсказали, рассказали, как это делается, и все. Я работников искала, чтобы мне это сделали, но на такой объем работы никто не соглашался, ни у кого нет времени, и, в общем, никто не хотел делать. В конце концов, я психанула и положила эту плитку сама. И прекрасно у меня все получилось. Ну, и также я хочу сказать вам, девочки, что, знаете, глаза боятся, руки делают. Это поговорка меня преследует последние дни, прямо по нескольку раз на дню. Потому что я в какой угол не ткнусь, я смотрю сначала с ужасом, и справлюсь, не справлюсь. Потом думаю, надо уже начинать и делать, и в конце концов справлюсь и справляюсь. Вот, и то же самое касается и плитки. Знаете, если у вас руки растут оттуда, значит, надо просто не бояться ничего, брать и делать. Единственное, что касается плитки, нужно, конечно, проконсультироваться со специалистом, и чтобы он обязательно подсказал, как правильно начать класть плитку, чтобы она легла ровно. Потому что углы бывают неровные, стены бывают неровные, и чтобы оно не пошло никуда в кость. Самое главное, это начало. Вот, то есть начало мне помогли положить, и уже я плитку положила сама всю. Так что вот так вот, как говорится, тяп-ляп-тяп-ляп. Ну и тем не менее, в общем, прекрасно у меня все. И выглядит неплохо довольно-таки. И уютненько, и чистенько, и аккуратненько. Вот, так что сейчас все, девочки, я заканчиваю пока болталку. И сейчас ребятам быстренько приготовлю завтрак. Мы сейчас вместе позавтракаем и начнем работу. Ребята, может свежий, может чуть подлиннее, чтобы он держался дальше. Вот, мне помощнички пришли, девочки. Ура! Сын взял отвертку. То, что я хотела сделать, вот он молодец сделал. Все, за подстава. Все, да. И с Наташей. Сейчас мы позавтракаем и будем работать. Набраться сил. Да. С утра пораньше они уже у меня. В общем, девочки, мы решили, я решила, значит, сделать уровень. Ну, наверху прибили гвоздик, ниточку туда я привязала. И внизу там гаечку, тоже для противовеса. У меня нет уровня, поэтому без уровня можно сделать так. Сейчас мы черточки на старых обоих начертим. Видите, нитку черную взяла, чтобы это было видно. И все, к стеночке прилегаем ее и карандашиком черточки рисуем. Вот, я хочу отсюда начать, вот отсюда первую обоину, чтобы она ровно висела вниз. Вот. А потом уже буду отсюда идти вправо и влево, потому что я так решила. У меня угол проблематичный. Раньше начиналось с него, но я просто понимаю, что может потом пойти неровно обоины. Если я раньше нахлёст старые обоины клеили внахлёст, то можно было без проблем там где-то что-то. Но в любом случае в углу надо будет подрезать. Но угол это уже дело второе. Я хочу, чтобы вот эти все обои, которые пойдут по этой стене, чтобы они шли ровненько и чтобы это было всё гладенько. Ну вот посмотрим, как люди работают. Я всегда люблю посоветить, как люди работают. Слушай, а с индикатором интересно то, что классно, видишь, да, где-то промазывается. Так, надо вот как-то, чтобы она не толстая была. Как-то вниз проходить, мне что-то намазали. О, хорошо. Всё, руку можно убирать. Капризная эта женщина не хочет одеть очки. Не, они сейчас не нужны. Так. Наташ, возьми кроя, так вот, и ты его положи сюда. Опа. А ну-ка. Не, не, только одну бери. Ну-ка. Да-да. Чё такая серьёзная? Я сосредоточена. Так. А ну-ка. Это что-то такое, мне так кажется. Ура! Куда в неё? Клеим, обои. Так, на половину? Просто ложи, да, вот сюда сверху. Они должны подпитаться. Чё-чё-чё-чё-чё. А там положи чё-нибудь тяжёленькое. Придави. Как? Ногой или... Это же сейчас лечение-нибудь. Так. Дайте мне ведёрчко сюда. Всем? А, я уже здоровалась сегодня. В общем, начали мы, девочки, начали. Работа пошла. Ремонт, когда идёт, кажется, что реальная весна уже просто. Уже как будто летняя погода на улице. А ничего подобного ещё. Вот этот вот розовый индикатор, покажи. Там были обои, продавались без индикатора. Но они, так как клей прозрачный, там не видно, где промазано, а где не промазано. А это вот видно. И это хорошо. Где много клей, где мало, где нет вообще-то ж прикольно. Короче, мы сейчас с собой отмерили рисунок, подогнали, положили три обоины прям. И сейчас начнём их прямо одну за другой намазывать и наклеивать. Так. Значит, делаем это. Так. Ещё мазни там где-то что-то. Где он? В уголочке вот-вот-вот-вот. Вот тут? Вот, да. Ага. Раз. На дачке-то надевать. Раз. Тут крови. Так. А теперь надо, чтобы это дело пропиталось. Но это дело сейчас вот так вот. Вот так вот. Ну, потяни, Наташа. К обоине. К этому. Чтоб оно. Положили. Или тупо тяни. Тряпочку. Вот у полотенчика возьми. Трудяшки. Так. И это мы тоже сейчас вот так вот. Раз. Минут пять полежит. И будем наклеивать. Чтобы пропиталось. Всё. Да, решила чуть-чуть показать. А то мы так увлеклись художеством вот этим вот. Ну, вот смотрите, вот такая вот картина вырисовывается у нас. В общем, все дружненько всё это мы клеим, вымеряем. Я вот здесь расположилась на полу, клеёночку постелила. И вот прям по коридору здесь мы отмеряем, намазываем клеем и клеим. В общем, работа кипит. Так, ну что, девочки мои хорошие, мы уже, в принципе, эту стену поклеили. Дошли вот до того. Там вверху у меня будут уже кусочки над трубой. Я специально решила, что я там кусочки. Кусочки остаются, так как мы подгоняли рисунок. Вот. Ну и всё. Вот сейчас мы уже как бы стену подходим к концу. Мы ещё немножко где-то там, как сказать, клей ещё влажный пока. Да, вот когда он высох, вот, например, здесь клей высох, тут уже всё, стыки нормально всё выглядят. Там, где ещё влажный, то там ещё может немножко отходить. Но это вот надо приглаживать и приглаживать. В общем, девочки, показываю. Мы поклеили все вот эти длинные куски. Но там над трубой я буду клеить уже сама. Там уже такие кусочки пойдут над трубой. И дальше я буду клеить завтра уже вот этот вот угол с левой стороны. Над шкафом мне нужно будет всё поубирать и поклеить. Ну вот это мы уже поклеили всё. Вот эти все длинные ленты, полоски. Самые такие трудные, что от потолка до пола. То, что клеится от потолка до пола, вот это всё, ребята, мне помогли поклеить. Всё, я довольна и вот до самого окна. Всё, дальше там уже кусочки, маленькие-то уже сама. Так, и что ещё? Вот правильно мы сделали, как я и говорила тогда. Гвоздики. Мы сняли крепежи. И я сказала Виталику, крепежи надо снять, а гвоздики обратно поставить. Потом просто продавим и всё. Ну, когда уже хорошо высохнет, до завтра пускай ничего не буду пока вешать. А завтра уже зеркало можно будет повесить. Ну, в общем, как-то так. Ну, остальное потом покажу. Всем доброе утро, девочки мои. Наступил следующий день. В общем, вчера у меня уже не было сил с вами попрощаться и сказать вам спокойной ночи. Потому что у меня, когда ребята ушли, я прибралась, пропылесосила и легла. И легла, полежала, полежала, встала и чувствую, у меня прямо всё болит. Ну, всё болит. В общем, короче говоря, не было сил вчера ничего делать. Уснула рано тоже, я же вчера не выспалась. И сегодня проснулась в 2 часа ночи. В общем, поспала где-то 3,5 часа. В общем, короче говоря, что проснулась я в 2 часа, кофе попила, девочки. Зализла в компьютер. Там нужно было и на комментарии ответить, почитать. И там ещё кое-что подзагрузить. Видео проверила там, которое вчера утром монтировала. В общем, я сейчас немножко делаю, чуть-чуть с опережением видео. И делаю через день, потому что мне нужно время делать работы. И, в общем, каждый день видео, естественно, не получается. Ну, зато по 2 дня я вам снимаю. Спасибо, ребята. Вчера мне здорово помогли. Прямо с самого утра Настю отвели в садик и пришли ко мне. И потом они от меня уже поехали в детский сад за Настей. Вот, так что целый день они провели у меня. Весь свой выходной они провели у меня. Помогли здорово. В общем, самую большую такую трудоёмкую работу сделали. Мне осталось уже такие кусочки по мелочи, там уже понаклеить. Вот, значит, что ещё хотела сказать. Дочка заболела с дыней. Болеют они сейчас. Виталик с Наташей вчера ещё они Настю забрали, заехали в аптеку. Отвезли лекарства дочке. В общем, я переживаю. Я, может быть, ещё и поэтому рано утром проснулась. Потому что я переживаю, что там заболели. Моя помощь может в любой момент понадобиться вдруг. Мне надо доклеить обои, потому что клей у меня простоял ночь. Но я плёночкой закрыла ведро. В общем, клей нормальный, ничего с ним не сделалось. И сейчас уже хочется остатки вот эти уже доклеить, чтобы уже, как говорится, с этим клеем, с обоями разделаться. Закончить эту работу грязную. Я считаю грязная работа. Вот. Так что я сегодня утром ещё успела голову покрасить. Девочки, собралась вроде как голову мыть. Вчера не было сил уже не купаться, ничего. Сегодня глянула, но уже и вчера ещё глянула. Красить надо было голову. Думала, раз я так рано проснулась, у меня ещё несколько часов есть, как говорится, до начала рабочего дня. Я считаю, рабочий день. Вот. Так что намазала голову. В общем, покрасила всё. Высушила, скупалась. В общем, получила удовольствие. Всё. Так что, что, девочки, кофе уже напилась. Тянуть резину не будем. Сейчас я уже приступаю к окончательной работе. Я вам покажу сейчас, что я собираюсь сегодня делать. В общем, я ещё утром сегодня кусочки поклеила над сплитом. И вот там угол тоже заклеила. Кстати, хочу вам сказать, что раньше я там что-то изгалялась. Хотя у меня сплита не было, и я не клеила тогда там угол. Но я, в общем, там покрасила за сплитом, с правой стороны, белой краской. И всё нормально, ничего не видно. В общем, сегодня предстоит покрасить, поклеить обои мне над окном. Вот этот угол надо будет мне освободить, со стен снять вот это всё. Компьютер я уже убрала на подоконник. И, в общем, мне поклеить надо будет вот этот угол. Но там, где труба идёт, там нужно будет, конечно же, замазывать, обои отдирать. Надо будет ещё сбегать за этой шпатлёвкой, потому что она у меня закончилась. Ну и вот на этом шкафу тоже надо всё поубирать, лишнее, может быть, выбросить. И, в общем, заклеить вот это вот место тоже над шкафом. В общем, такая работа мне сейчас предстоит. Я собираюсь её уже начать делать. Я уже диваны поставила на место. Кстати говоря, уже обои, всё, они уже там высохли, всё нормально, держится нормально. Повесила зеркало уже на место. Всё. И, в общем, сейчас буду продолжать работы. Кстати говоря, о пластике, девочки. Вот у меня вот этот выключатель и розетки, они были раньше белого цвета. Видите, со временем пластик желтеет. Мне надо будет ещё эти розетки, выключатель поменять, купить новые белые. Время сейчас уже полвосьмого, но магазины ещё закрыты, поэтому я сейчас пока всё это уберу, приберу, обои там в углу отдеру. В общем, у меня как раз время пройдёт, и потом сбегаю в магазин, куплю ещё шпатлёвку и потом вернусь продолжу. Мне надо, в конце концов, отнести ещё на подшив занавески, шторы, которые я купила. Ну вот, девочки, мой компьютерный угол я освободила, сняла со стен всё. Книги закрыла я тряпочкой и шпаклёвку последнюю вымазала как раз там вокруг трубы. И, в общем, в магазин можно срочно пока что не бежать. Всё сняла сверху. Хорошо, когда там ничего нету. Ну и вот теперь у меня вот здесь всё лежит, то, что лежит наверху. Ну, надо будет всё перебрать и что-то повыбрасывать. Ну что, девочки, без 20.12 уже я поклеила весь угол, тот сверху донизу, над окном всё поклеила, этот угол у меня обклеенный. В общем, я осталась на финишной прямой, осталось мне доклеить вот над шкафом и всё. Но я решила сделать небольшой перерыв, позавтракала сейчас и сейчас выйду на улицу, отнесу занавески, потому что у меня духота. На улице солнце светит, а у меня жарко, и я не могу открыть окно, потому что нельзя, чтобы были окна открыты, когда обои клеим. Ой, девочки, как на улице классно! Солнышко светит, тепло. Ну, ветерок, правда, такой лёгенький дует, поэтому я одела куртку, я вниз запарилась. А если бы я одела кофточку, как в тот раз, когда в Леруа, ну, могло бы меня тогда и продуть, потому что ветерок тут-таки дует. Сходила девочки, отнесла я занавески на подшип, завтра занавески будут готовы, пойду я сейчас доклеивать обои, потом повешу занавески, буду кайфовать. Зашла ещё в пятёрочку, купила немножко продуктов, ну, такие, знаете, в основном быстро-быстро приготовляемые, или пирожки, или что-то такое, квабаски там, всё. Ой, хотела же ещё взять мясо, шашлык, пойти взять, что ли? Пойду, нара, возьму. В общем, девочки, зашла я в мясной шашлычник, а он закрыт на ремонт, хотела шашлычка, побаловать себе шашлычком. Ну, ничего, я всё равно себе всяких вкусняшек набрала, есть меня чем побаловать, в общем, буду себя баловать, работать и баловать буду себя. Ой, всё, иду домой. Девочки, ну, что я набрала, это, знаете, называется еда строителей, когда они берут на обед. Ну, во-первых, сладости мне захотелось, уже пирожники бушей вот это я взяла, люблю их, и наполеончик взяла, захотелось мне немножко взять. Взяла ватрушку, слойка у меня идёт с сыром, с чесноком, с зеленью, булочка с маком, короче, такие перекусы. Сыр, этот сливочный плавленый сырок взяла, ну, это для воды. Яйца на яичницу, ряженка, активия, тут ещё пирожок с капустой, колбаска, огурчики. Ну, ещё замороженные взяла блины с мясом и с творогом. Так что сейчас перекушу и буду дальше работать. Девочки, ура, я доклеила обои, всё. Сейчас навожу порядок, вот тут в углу, первым делом компьютер на место включить, чтобы я могла комментарии читать. А что творится в комнате? Ой, сейчас перебираю всё. То, что вот это сверху лежало на шкафу, что-то выброшу ненужное, что-то пока временно туда положу. А потом, когда уже ремонт я сделаю в кладовке, то я надеюсь туда в основном всё это переложить, сделать там полочки, в общем, чтобы там было всё путём. Ну, вот такой вот бардачок у меня сейчас. Хочу сейчас прибраться и просто получать удовольствие, наслаждаться жизнью. Всё. Та-да-да-дам! Девочки! Всё, я убрала. У меня уже чистота, у меня порядочек. Чисто я покрывала, постелила сюда. Гордину я повесила, часы я повесила на место. У меня шторы пока сейчас в пошивке находятся, и они будут готовы только завтра вечером. Новая вазочка с цветочками тут. Порядок навела на полочках везде. Наверху всё лишнее выбросила, то, что вот это осталось. Потом, когда в кладовке сделаю ремонт, тогда туда всё и положу. Всё, и в коридоре порядок. Сейчас покушаю, и я лягу отдыхать. На сегодня достаточно. Всё, меня всё устраивает. Я балдею. Я балдею. Солнце светит в окно. И трудно вообще подобрать как-то, не знаю, свет, чтобы видно было хорошо вам. Да, ну, шкаф, по крайней мере, за нависками зашторится, его будет не видно. Но, как только он у меня освободится чуть-чуть, и я тогда там. Я там, скорее всего, наверное, я не буду там обои клеить, просто покрашу всё. Сдеру старые обои и покрашу белой краской. Краска сохнет быстро, не воняет, классно. В общем, всё, девочки, порядок. Всё, я отдыхаю. Ну что, мои девочки, вот и закончился ремонт в комнате. Теперь вы видите у меня другой фон. У меня новые декорации. Декорации сменились, да? В общем, я рада. Всё, всё убрала, все обои поклеила. Всё хорошо держится, всё мне нравится, прекрасно. Теперь я буду ждать, когда у меня появятся уже занавески. Но эти занавески завтра вечером уже мне должны сделать. И я заберу их, повешу. Но это уже попадёт в следующее видео. А там, где у меня кладовка и проход в кухню, там я натяну струну от угла и вот там до самого шкафа. И там я повешу. Ну, пока повешу занавески, которые у меня висели на окне. Такие, ну, тоже светло-бежевые. Вот, если помните. Ну, они тоненькие, они лёгкие. И они будут на струне, мне кажется, нормально. Ну, в любом случае, пока повешу их. Потом посмотрю, если они мне не понравятся, может быть, захочется другого цвета, я просто куплю тогда другого цвета. Это будет видно. Ну, вот так как Виталик сейчас у меня работает, сын, нужно будет теперь с ним договориться, когда он сможет. После работы, может быть, он не сможет. Ну, уставший, может быть, будет. Может, на выходные. Но самое главное, что мы вот эту грязную работу всё сделали, мы завершили. И я уже убрала. И теперь я уже могу кайфовать просто, наслаждаться чистотой, порядком, как я люблю. Вот. Ну, по крайней мере, когда уже будут появляться занависки, вы это уже увидите в следующем влоге. В следующем влоге вы увидите эту занависку. Ну, а эту, если он сделает на днях, то и другую увидите. Ну, если через неделю, значит, увидите потом. Всё равно всё увидите. Вот. Ну, комната завершена. И остался теперь шкаф. Ну, сейчас дочка болеет пока что. В общем, когда она заберёт колёса, когда будет нужно менять резину. Кстати, был такой один вопрос в комментариях. Кто-то мне спросил, а что вы храните колёса у себя? А что вы дочке не отдали? Ну, девочки, ну как это вот сразу? Да, вот я вот только продала ей машину. Ну, во-первых, она на машине ездит ещё уже давно. На этой колёса хранились у меня. Как только она, ну, как бы, купила у меня машину, я прям должна сразу ей вот просто втулить эти колёса. Пусть она на балконе, места там сейчас нету. Притом там ожидается ремонт. В комнату, в спальню она себе колёса поставит. Или куда? Зачем я буду сейчас? Во-первых, чтобы колёса перевезти даже к ней, это должен сын быть выходной. Он должен эти колёса спустить, они тяжёлые. Ни я, ни дочка, мы их не потянем. Ей нужно там убрать детское кресло, чтобы туда колёса эти загрузить. Ну, это целое дело. Поэтому они мне как лежали, так и лежат. Меня кушать не просят. Вот. Я уже ей сказала, сразу сказала, что когда будет вот уже, будешь менять резину, то тогда уже эти колёса забираешь, а зимние уже отдаёшь на хранение там, где будешь их менять. Ну, в общем, ответила вам на один вопрос из вопросов. Да, девочки, я читаю комментарии ещё сейчас, просто хочу сказать коротко. Комментарии читаю там, где вы мне советуете, подоконник почистить, чем почистить, каким средством подоконник отмыть и щели герметиком заделать. Ну, я, по-моему, в том же видео, где я окно делала, да, я же вам показала, что там щелочка была 1 мм, и она вот так вот, ну, небольшая, вот, в 1 мм. Я просто её шпатлёвкой замазала, и всё, щелки нету. И пемолюксом с этим вот, с моющим средством, короче говоря, очистила подоконник, он стал беленький. Ну, и всё, поэтому я не буду и герметик этот покупать, и вот эти всякие средства разные, дорогостоящие там, или какие-то. Ну, пока у меня так, всё хорошо, всё прекрасно, у меня всё чистенько, красивенько, всё беленько, мне всё нравится. Я довольная, я счастлива. Я сейчас просто летаю, летаю на десятом небе и от радости. Кто-то мне ещё продолжает писать, что давайте сделайте вы эти откосы, там, наймите людей, сделайте откосы. Девочки, я, когда мы клеили обои, я просто даже не стала снимать, но мало того, что у меня сына, в общем-то, с невесткой, они не особо любители сниматься. Потом вообще было не до этого, потому что время было ограниченное, и мне хотелось, чтобы мы успели поклеить вот эти самые длинные ленты, которые от потолка до самого пола идут. Поэтому, пока ребята были у меня, я сама не присаживалась ни разу, я позавтракала в 4 часа дня, хотя проснулась там во сколько я, в 3 часа ночи, по-моему, да. Я даже о еде забыла, мне вообще не до этого было. Я была занята, потому что мы тут работали в 6 рук, там Виталик клеил, Наташа помогала там размазывать, там уже отмеряем, там уже намазываем, короче, вот это вот всё, мы это всё вместе делали, и хорошо, что у меня ребята помогли, и что мы это всё сделали. Повторяюсь, наверное, но ничего страшного. Вот. И что я хотела сказать, что если бы вы только знали, какие здесь у нас кривые стены, это не только, даже вот просто само окно поставлено, наверное, как-то не совсем ровно, потому что я смотрю, вот труба, которая сверху проходит, в одном углу, она над углом находится там сантиметра на 3, а в другом на 1 сантиметр, но труба-то, наверное, кладётся по уровню, значит, видимо, ну, либо труба неровная, либо это окна неровно стоят. В общем, не знаю, стены вот такие вот, вот такие вот стены, углы, они там идут с наклоном, и ещё, ну, ещё какие-то. Поэтому, поэтому я предпочитаю красить, потому что покрасил чисто, и вот это где-то что-то не видно. Я предпочитаю обои наклеил, и вот это всё, оно как бы скрылось, укрылось, это всё вот визуально, оно не видно. Вот. А вообще, если вот как бы выравнивать, как вы говорите, тут нужно просто, вот уже просто удалять из квартиры всю мебель, всё имущество совсем вынести, буквально очистить стены не только от обоев, нужно от штукатурки всякой очистить до самого кирпича, вот всё буквально обнулить, и начинать всё сначала. Но это не то жильё, в которое можно было бы так сильно вкладываться, оно здесь совсем не нужно, это много денег нужно, это долго очень всё это делается, работников нанимать, это дорогостоящий ремонт, он здесь не нужен, это бывшее общежитие. Зачем мне вот в этой площади вот такое вот это всё, если у нас как бы сам дом, сам по себе он старый, поэтому я считаю, здесь это всё излишество. Тут само жильё, оно даже вот, оно не стоит таких денег, само жильё, сколько вот этот вот ремонт. Этот ремонт, это хорошо делать в новой квартире, чтобы уже сделал для себя, с нуля и навсегда. А тут я этого делать и не буду, не собираюсь. Так что мне нравится, меня всё устраивает, самая главная чистота, я люблю чистоту, чтобы светленько, чистенько бы было, порядочек и всё. Ладно, девочки, не буду сильно забалтывать, я хочу с вами сейчас попрощаться, видео уже наснимало, достаточное, чтобы не было слишком длинным, потому что длинное, я сижу утрами и это монтирую. Длинное мне долго приходится монтировать, я просто уже, когда занавески заберу, я начну новое видео, новый влог, начну уже завтра. Поэтому продолжение следует, продолжение вы увидите дальше, в следующем видео. Ну всё, мои хорошие, кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok